Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале в этом видеоматериале. Я хочу вам рассказать, от чего вымерли динозавры. Я пришла к выводу, что, скорее всего, у них просто-напросто появился интернет. У них появились компьютеры, у них появились сотовые телефоны, у них резко понизилась рождаемость, увеличилась смертность. И я думаю, что это перспектива нашего сегодняшнего человечества. И мне бы хотелось сегодня обратиться, конечно, к мужской аудитории своего канала, поскольку мне бы хотелось, чтобы наши мужчины поняли, что они превращаются в вымирающий вид. Из человека разумного человечества, благодаря интернету, превращается в человека информационного, виртуального. Мы превратились в виртуальных мужчин, в виртуальных женщин, в виртуальных детей. Между нами виртуальные романы, виртуальные переписки. Нам это нравится. Мы заменили живое общение на какую-то выдуманную виртуальную влюбленность. Между нами нет настоящих чувств, настоящих эмоций, нет настоящего тактильного контакта, нет гормонального обмена. Мы заменили нашу жизнь на вымысел. Мы сделали все, что нас окружает, искусственным. И поэтому мы находимся на грани вымирания. И в первую очередь в этом виноваты наши мужчины. Вы знаете, мужчины меня всегда удивляли. Когда мне было 4 года, я понимала, насколько мальчики, которые вокруг меня, наимны. Когда мне было 18, я понимала, что молодые люди очень нерешительны. Те мужчины, которые окружают меня сегодня, они меня поражают либо своей безответственностью, либо своей трусостью, либо, наоборот, повышенной ответственностью. А некоторые мужчины меня поражают своим выдуманным, повышенным уровнем духовности. Вот сегодня в переписке один человек мне написал. Чего страшного, если Бог мне не даст сыну. Самое главное, что у меня есть вера. Я верую в Иисуса Христа. И я поняла, насколько вот эта проповедническая система, которая существует на сегодняшний день, внедрила вот это искаженное зерно понимания человеческой сути сегодняшнего человека. Я вчера смотрела один видеоролик, и очень крутой проповедник в этом видеоматериале обсуждал проблемы сексуальности в мире и говорил, что нам в принципе не нужен секс, нам не нужны отношения между мужчиной и женщиной, поскольку есть более высокие ценности, духовные. И мы можем жить, как апостол Павел, у которого не было детей, не было семьи. И вот такие вот горе-проповедники, они действительно вводят в заблуждение многих людей, поскольку они некомпетентны в принципе в этом вопросе. И я сегодня хочу вам зачитать одну цитату, которая подтверждает то, что у апостола Павла был ребенок, то, что у него была семья. Чтобы вы понимали, что когда апостол Павел писал те тексты, которые до нас дошли, он был старцем. Старцем, у которого заключаем было все. И семья, и ребенок. Во-первых, он был членом Синедриона, куда могли входить только женатые мужчины. Итак, этот цитат, он находится у нас в послании к Филимону, глава 1, стих 10. «Прошу тебя, сыне моем, Анисиме, которого родил я в вузах моих». Здесь идет речь о его ребенке, о котором он просит позаботиться. И здесь говорится о том, что его зовут Анисим. И родился он в вузах. То есть родился он в браке. Поэтому говорить о том, что апостол Павел жил как монах, это лгать всем остальным людям. И мне бы хотелось, чтобы особенно молодая аудитория это понимала. Самое интересное, что та заповедь, которая у нас присутствует на страницах бытия, и которая была дана Адаму и Еве, она присутствует у нас и на страницах Нового Завета. Ее никто не отменял, и мы сегодня ее зачитаем. И начну я именно с этой цитаты, которая присутствует у самого апостола Павла. Для того, чтобы вы понимали, что вот те приписочки, которые относятся к браку, которые сделаны позднее, они имеют меньшую значимость, чем вот эта заповедь. Это у нас послание к эфесянам, глава 5, стих 31. Вы сейчас сразу узнаете эту цитату. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Еще хочу две цитаты зачитать, я их очень люблю, 28 и 33. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Так каждый из вас, да, любит свою жену, как самого себя. А жена, да, боится мужа своего. Ну, понятно, если муж и жену любят, то и она его любит, и ни о каком страхе речи быть не может. Но самое главное здесь, это та цитата, которую я хотела сказать. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, и одна плоть. Теперь смотрим. Есть ли у нас такая цитата на страницах Евангелия? Еще. Так, это у нас глава 10. Благовествование от Марка. Здесь у нас диалог между Иисусом и фарисеями. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой. Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей. Они сказали, что Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. Здесь, конечно, речь идет о прелюбодеянии, о том, что не должны люди разводиться. Но дальше он в 6, 7, 8 цитате говорит о том, что было сказано у нас в книге Бытия. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Здесь, конечно, основная мысль, это то, что мы не должны прелюбодействовать и не должны соблазняться на чужие половинки, поскольку то, что Бог соединил, сочетал, того человек да не разлучит. Но в этой заповеди есть еще более глубокий подсмысл, который заложен вот в этой фразе. И прилепится к жене своей. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. То же самое мы находим в текстах Бытия. Это у нас глава 2, стих 23. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть, от плоти моей она будет называться женой, ибо взята от мужа своему. Потому оставит человек отца своего и мать своей, и прилепится к жене своей. И будут два одна плоть. Итак, эта заповедь у нас присутствует во всех текстах. И в текстах Ветхого Завета, в текстах Нового Завета я имею в виду сейчас тексты апостола Павла и в текстах Евангелия. Значит, эта заповедь на сегодня также актуальна. На какой важный момент я обратила уже ваше внимание? Да прилепится муж к жене своей. Обратите внимание, здесь не сказано о жене. Здесь сказано о муже. О том, что муж должен прилепиться к своей женщине. Эта заповедь говорит о том, что у каждого мужчины должна быть женщина, поскольку мы сотворены парами. То есть, каждый мужчина, если он живет по заповеди, должен иметь рядом с собой женщину. Он должен нести за нее ответственность. Он должен быть ей опорой. Он должен помогать ей во всем. Он должен ее любить. Он должен сделать ее счастливой. Вы скажете, что за эгоизм женский. Женщина всегда ответит тем же. Поверьте. Но сама заповедь говорит о том, что ответственность за все берет мужчина. Если у мужчины нет женщины, он не мужчина. Он не единая плоть с женщиной. Он не плоть. Он не состоявшийся человек. Он не состоявшийся мужчина. Он безответственный трус, который не исполняет заповедь. Который живет так, как ему легче. А не по заповеди. О каком духовном уровне можно говорить. Многие мужчины считают, что они достигают духовной зрелости и более высокого духовного уровня, если они не живут с женщиной. Также опираясь на тексты апостола Павла. Нет, мои дорогие, стяжение благодати без женщины мужчина достигнуть не может. И это доказывает тексты Серафима Саровского, который говорит о том, что мужчина должен жить с женщиной. Это одна из первых заповедей, которая дана человеку, Богом-Создателем. И обратите еще внимание на одну важную деталь в этой заповеди. Оставит человек отца своего и мать свою. Ведь у Адамы и Евы не было отца и матери. У них был только Создатель, который был их общим родителем. Но здесь уже речь идет об отце и матери. Для чего? Для того, чтобы мужчины понимали, молодые мужчины, что они не должны быть маменькиними, папенькиними, сынками. Если они создают семью, то они должны уйти от родителей, должны свить свое гнездо, должны стать настоящими семьянинами, должны взять ответственность за свою женщину, за свою семью. Но на сегодняшний момент мы наблюдаем молодежь, которая не хочет этого делать, которой удобно жить рядом с мамой и с папой до достаточно уже серьезного возраста. И мне бы хотелось, чтобы вы, дорогие мужчины, осознали это и превратились в настоящих мужчин, если вы не хотите, чтобы наше общество превратилось в общество амазонок, которые убивали мужчин после оплодотворения. Просто-напросто, из-за ненадобности. Поэтому соблюдайте заповедь. У каждого должна быть своя женщина, за которую вы несете ответственность, а иначе вы не мужчины. Всего вам доброго. До следующей встречи.